Сегодня у нас на обзоре сканер штрих-кода Weirong P20. Это беспроводной сканер на основе матрицы SSD, очень чувствительный. Сегодня мы произведем его в обзор и протестируем его работу. В комплекте у нас сам сканер, ну и как и все сканеры марки Weirong, пластик довольно качественный, гладкий. Имеется ударопрочная прорезиновая окантовочка. Также в комплекте такой вот большой приемник. Он сделан такой большой для того, чтобы увеличить дальность приема. По заявлению производителя, дальность приема на открытом пространстве до 400 метров. Я думаю, что в реальных условиях офисного помещения это максимум 100 метров, но все равно это довольно много. Протестируем данный сканер. Отключаем приемник и запускаем блокнот, чтобы он нам годовал. результат. Также этот сканер должен сканировать штрих-коды с экранов смартфонов и компьютера. берем штрих-коды и начинаем проверять. То есть моментально практически срабатывает. мелкий, отлично. Здесь еще один тоже моментально. И вот такой вот потертый, тоже без проблем сосканировался. здесь у нас штрих-код нарисованный какой-то серебряной краской, отражающей такой. Попробуем на нем. Под определенным углом, видимо, когда идет отражение, он его не считывает, но стоит чуть-чуть наклонить. считывается нормальным. Поэтому даже вот такие вот бледные штрих-коды все хорошо. Так, вот здесь вот штрих-код достаточно давно наклеенный, напечатанный на принтере, наклеена этикетка. Такой уже полустертый. Но тем не менее, сканер в лед с ним справляется. Так, здесь у нас сейчас штрих-код будет с укрепленкой сверху. Тоже не проблема для сканера. И согнутый. Тоже быстро все достаточно. Вот с этим штрих-кодом на некоторых сканерах были небольшие затруднения. Но здесь все хорошо. И попробуем на алкоголе. Так, загнутые. Тоже все нормально. Вот на этом прозрачном штрих-коде на некоторых сканерах тоже было затруднение. Но здесь все быстро. Данный сканер для одномерных кодов. Поэтому он не считывает эгоисовские марки и двухмерные коды. Так, у нас тут еще есть достаточно сложный штрих-код на кисточках. То есть они даже на глаз очень такие потертые и заляпанные. Но сканер прочитал. Есть еще вообще такой ужасно напечатанный. Не знаю, справится ли он или нет. Сейчас попробуем. Нет, тоже не проблема. Даже вот такой вот с нечеткими границами. Проверим еще разок. 2D. Нет, это не 2D сканер. Плюс у данного сканера есть память. Сейчас посмотрим на сколько номеров. Штрих-кодов. 3000 и 5000. От 3 до 5000 память у него кодов. То есть можно насканировать в режиме инвентаризации штрих-кода, а потом их выгрузить. То есть вот, к сожалению, тут на китайском языке инструкция непонятно какой из них начать сканирование штрих-кодов и какой-то из них выгрузка штрих-кода. То есть это происходит так, что мы сканируем штрих-код. Так я перевел надписи на английском, на английский язык и вычислил, что вот этот штрих-код это для начала запоминания и этот штрих-код для выгрузки. Как это работает? Мы сканируем штрих-код начала запоминания, дальше сканируем штрих-кода в режиме инвентаризации, допустим, по складу там различные штрих-кода. И приходим на рабочее место, сканируем этот штрих-код и он нам начинает выгрузку всех отсканированных штрих-кодов, тем самым можно использовать данный сканер как терминал сбора данных при инвентаризации. Это очень удобная функция у этого сканера. В заключении могу сказать, что данный сканер очень чувствительный для однамерных кодов. Один из лучших в линейке Weirong, плюс к тому, что он беспроводной и очень хорошая дальность у него. Можно использовать повсеместно в любом складе, помещении. Рекомендую данный сканер для любого офиса, склада. Приобретайте данный сканер в интернет-магазине denisov.ru Стоимость сканера на момент написания роника 3900 рублей. Желаю вам удачного бизнеса. Всего доброго. До свидания.